Новая методика расчета арендной платы за нежилые муниципальные помещения, она начала действовать в Волгограде с апреля этого года, поставила многих предпринимателей буквально на грань банкротства. Непростая ситуация, которая сложилась сегодня в сфере малого и среднего бизнеса, стала предметом рассмотрения на заседании профильного комитета Волгоградской областной думы. Слово Елене Лыковой. С 1 апреля в Волгограде изменился порядок расчета арендной платы для предпринимателей. Теперь размер платежа за пользование муниципальным нежилым помещением зависит от оценки рыночной стоимости этой недвижимости. По словам самих бизнесменов, у некоторых из них аренда выросла более чем в 9 раз. Многие предприниматели в итоге вынуждены сворачивать свое дело. У всех это тяжелым временем легло, но есть ряд категорий предпринимателей, которые вынуждены сейчас закрываться, и уже закрываются, и которые однозначно банкротятся. Им надо помогать, потому что, как правило, это те категории, которые необходимы нашему населению. Речь идет прежде всего о предпринимателях, работающих в сфере бытового обслуживания. Именно эта категория пострадала от нововведения больше других. Кроме того, из-за резкого увеличения аренды бизнесмены вынуждены отказываться от помещений, в ремонт которых в свое время не вложили немалые средства. Объявить мораторий на новый порядок расчета арендной платы как минимум на полгода. Такое предложение прозвучало на заседании профильного комитета областной думы. Его поддержали и предприниматели, и депутаты. Я думаю, что все-таки приостановят это действие как минимум на полгода. И за эти полгода отработают новую методику, та, которая снижит, облегчит финансовое бремя наших предпринимателей. Я на это надеюсь. Предложение ввести мораторий на действие документа, определяющего методику расчета аренды платы, городская дума Волгограда, возможно, рассмотрит уже до конца мая. Здесь главное, подчеркнул Андрей Химичев, снова не наломать дров и соблюсти интересы всех сторон. И бюджета города, казна не должна серьезно пострадать в результате принятого решения, и представителей малого и среднего бизнеса. Их чистот должно только расти, а не уменьшаться. Елена Лыкова, телекомпания «Ахтуба». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова